Добрый день, дорогие друзья! Мне поступило много просьб разобрать дыхание при работе длинным циклом. И сегодня на примере тренировки с гирями 28 кг я расскажу вам, как же это все-таки делается. А спонсором нашего сегодняшнего проекта является моя онлайн-школа гиревого спорта. Здесь вы можете найти программы тренировок с гирями для любого уровня подготовки. Первый курс для начинающих спортсменов и людей, которые только хотят себя попробовать в тренировках с гирями. Второй курс для спортсменов, которые готовятся к соревнованиям. И здесь мы подробно раскрываем секреты гиревых тренировок. Третий курс для инструкторов и тренеров, стремящихся повысить свою квалификацию. Здесь мы проходим теорию и методику физической культуры и рассматриваем тренировки с гирями и другими свободными весами. Итак, общие правила дыхания. Первое. Дыхание не должно останавливаться. Второе. Дыхание должно быть цикличным. Третье правило. По возможности дыхание должно быть частым и поверхностным. Четвертое правило. Дыхание должно быть без глубоких выдохов и остановок. Пятое. Дыхание должно попадать в ритм. Задержка, хотя и небольшая, должна быть только тогда, когда необходимо. Шестое правило. Когда идет расширение грудной клетки, осуществляется вдох. Когда же сдавливается грудная клетка, осуществляется выдох. Седьмое правило. Глубина дыхания должна соответствовать необходимому объему кислорода, который требуется вашим мышцам. Итак, по порядку. Первое правило. Цикличное дыхание. Что это такое? Это когда вдох примерно равен выдоху и нету остановок при этом в вашем дыхании. Особенно сложно работать без остановок дыхания, когда речь идет о работе с тяжелыми снарядами. Из-за высокого напряжения и большой мощности работы мы зажимаем дыхание, тем самым увеличиваем мощность при ее продолжительности. Именно поэтому в технике любых упражнений на выносливость должна быть минимальным по продолжительности усилие, которое вы прилагаете. При этом дыхание не задерживается, и спортсмен может делать его ритмично и циклично. То есть вдох, добавим выдоху. Во время работы дыхание должно быть частое и поверхностное. Это обеспечивает его ритмику. Проще подстроиться под ритм, когда вы совершаете частые и поверхностные циклы дыхательных сокращений. Проще сохранять постоянное количество кислорода в легких, тем самым поставляя стабильный объем кислорода в ткани. Поверхностное дыхание позволяет избежать глубоких выдохов, тем самым работать без образования кислородных пробок. Отсюда вытекает и четвертое правило – не делать глубоких выдохов. Лучше сделать глубокий вдох, нежели глубокий выдох, тогда, когда вы чувствуете, что вас уже приперло. Дыхание становится тяжелым. Сделайте глубокий вдох, и у вас немножечко станет легче. Работа с гирей есть особенность. Вдохи выполняются при расширении грудной клетки, то есть во время усилия. В то время, как обычно принято говорить о том, что вдохи работают, когда мы опускаем снаряд, а выдох – во время усилия. Связано это с небольшим обманом зрения. И на самом деле вдох основного мощного усилия уже заканчивается, когда идет вдох. И начинается фаза сопровождения снаряда, то есть фаза полета. Именно в этой фазе и происходит наш злополучный вдох. Грубная клетка расширяется и сужается, тем самым позволяя сохранять линию тела и руки рядом, избегая перегрузки мышц спины, а также травмоопасного положения сутуливания. Проще сказать, что первоначальный прогиб в спине достигается глубоким вдохом, и на сопровождении мы делаем глубокий выдох. Для сохранения линии руки мы должны следить за тем, чтобы направление дыхания было также правильным. Тем самым мы приближаем руку к телу и не даем дополнительной нагрузки на спину. А теперь и главное правильное. Смена направления дыхания производится в момент максимальной реакции опоры, максимального усилия. Какие же это положения? Вертикальное положение рук при забросе, когда мы начинаем тянуть. Момент начала вытягивания гирь на грудь. А также в момент начала выталкивания во время толчка. Также смена происходит и во время ухода во второй подсед во время толчка. А также амортизации гирь ногами во время заброса. На забросе в момент приема гирь и окончания торможения ногами, перед фазой свободного торможения гирь, во время работы, возможно и другие экстра вдохи и выдохи, и следуя седьмому правилу дыхания, когда вам необходимо больше кислорода, вы начинаете дышать чаще. Это момент, когда гирь зависает в нижнем положении, а также в положении фиксации гирь над головой. Вы имеете возможность делать дополнительный экстра вдох и выдох. Не забываем ставить лайки под видео, подписываться на канал, а мы расскажем вам еще очень много интересного о функциональном тренинге и тренировках с гирями, а также о подготовке спортсменов. А если вы уже решились попробовать для себя гиревую тренировку, значит онлайн-школа Иоанна Денисова специальная для тебя. Мы научим вас правильно и безопасно тренироваться с гирями и другими снарядами. Сделаем гирю вашим незаменимым спутником и помощником в подготовке и построении вашего тела. Спасибо за внимание! С вами был Иван Денисов. Субтитры сделал DimaTorzok